Построенная русскими военными инженерами в конце 19 века в 20 километрах от границы с Восточной Пруссией небольшая крепость, в 1915 году 190 дней сдерживала наступление двух германских армий на Гродненском направлении. В 1920-м после заключения Рижского мирного договора поселок Осовец отошел к Польше и поляки решили восстановить разрушенную крепость и сделать ее форпостом против Германии. При разборе завалов одного из фортов наткнулись на каменный свод подземного туннеля. Пробили дыру. В нее спустились солдат и офицер. Но не успели они сделать и нескольких шагов к ромешной темноте, как раздался грозный окрик. Стой, кто идет! В наступившей тишине лязгнул затвор винтовки. Кто ты такой и что здесь делаешь? Испуганно спросил офицер. Я часовой и поставлен здесь охранять склад. А знаешь ли ты, какой сегодня год и день? Да, знаю. Я заступил на пост 9 лет назад. Летом 1914-го в ходе наступления немцы вышли к Осовцу. Взять сходу форты не удалось. Гарнизон отбивал все атаки. Осада длилась не один месяц и германцы испробовали все способы, чтобы вынудить крепость капитулировать. В ход были пущены 420-мм осадные орудия Берта, до этого разворотившие бельгийскую крепость Льеж. Их снаряды раскалывали бетонные перекрытия, сметали кирпичные постройки. Но защитники крепости не сдавались. Осовец не был первоклассной крепостью, как Брестская или Гродненская. Сила ее заключалась в расположении. Она стояла на высоком берегу реки Бобр. Среди огромных и непроходимых болот на стыке двух русских армий крепость преграждала путь на Гродно и Белосток. Обойти ее немцы не могли. Тогда германцы сформировали специальный осадный корпус и приступили к методичной бомбардировке фортов и жилых казарм из тяжелых орудий. Шел месяц за месяцем, а германский штурмовой корпус топтался на месте. И тогда под белым флагом парламентера в крепость Осовец явился германский офицер и обратился к начальнику штаба обороны Михаилу Свечникову. Предлагаю вам полмиллиона имперских марок за сдачу фортов. Поверьте, это не подкуп и не взятка. Это простой расчет. При штурме Осовца мы истратим снарядов на полмиллиона марок. Нам выгоднее выплатить стоимость боеприпасов и сберечь сами снаряды. Не сдадите крепость, обещаю, через 48 часов Осовец как таковой перестанет существовать. Михаил Степанович Свечников окончил Михайловское артиллерийское училище и академию генштаба. Начальник штаба корпуса, подполковник. Награжден орденом Святого Георгия 4 степени за отличие в исполнении должности начальника штаба Осовецкой крепости. Свечников ответил парламентеру вежливо. Предлагаю вам остаться со мной. Если через 48 часов крепость будет стоять, я вас повешу. Если Осовец будет сдан, пожалуйста, будьте так добры, повесьте меня. А денег не возьмем. 6 августа немцы подготовили и провели мощную газовую атаку. С деревьев облетала листва, трава желтела, в радиусе десятка километров погибли все животные. Противогазов у личного состава не было. Те, кому удалось уцелеть, бежали к колодцам и умирали там. В низинах газ застаивался. После газовой атаки на русские позиции пошли 14 батальонов Ландвера, 7 тысяч немецких солдат. Они были уверены, что живых в крепости не осталось. И тут случилось событие, которое историки Первой мировой войны и сегодня называют атакой мертвецов. Когда германские цепи приблизились к окопам, из густо-зеленого хлорного тумана на них неожиданно обрушилась контратакующая русская пехота. По воспоминаниям немецких офицеров, зрелище было ужасающе. Русские шли в штыковую с лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая легкие. Жить им оставалось минут пять, не более. Это были остатки 226-го землянского полка, чуть более 60 человек. Они поднялись в последнюю атаку, чтобы до конца выполнить свой долг. Германская пехота испытала такой ужас, что не приняв бой, ринулась к своим позициям, затаптывая друг друга и повисая на собственных проволочных заграждениях. И тогда по ним ударили уцелевшие артиллеристы крепости. Несколько десятков полуживых русских обратили в бегство три германских пехотных полка. Ничего подобного мировая военная история не знала. И все-таки русские войска оставили Осовец. По приказу и только тогда, когда оборона фартов потеряла смысл. Имущество, включая орудия и боеприпасы, были эвакуированы. В ночь на 24 августа 1915-го саперы взорвали то, что не смогли увезти. Однако в суматохе забыли снять с поста часового интендантского склада. И он 9 лет добросовестно исполнял свой долг. Неся службу в строгом соответствии с воинским уставом, Часовой заявил полякам, что снять с поста его может только разводящий. А если того нет, то государь-император. Часовому объяснили, что произошло на земле за эти 9 лет. Нет даже самого царя, не говоря уже о разводящем. А территория, которую он охраняет, теперь принадлежит другому государству. После продолжительного молчания Часовой поинтересовался, кто в Польше главный. Узнав, что это президент, потребовал его приказа. Только после того, как ему зачитали телеграмму Пилсудского, Часовой согласился оставить свой пост. 26 сентября 1939 года Осовец вошел в состав БССР, и крепость была занята частями Красной Армии. В июне 1941-го Осовецкий укрепрайон вновь одним из первых принял на себя удар фашистских полчищ. Гарнизоны дотов сражались до последнего патрона, помня солдатский подвиг своих предшественников. Но это уже другая история.